Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Уж сколько раз твердили миру, но нарушители правил застройки стоят на своем и продолжают угрожать безопасности на курорте. Работодатели и соискатели – лучшие предложения и возможности разместились на ярмарке вакансий. Возрождение парусного спорта в Анапе – первые соревнования прошли в выходные дни в бухте Большого Утриша. Самостроев в заповедной зоне. На полуострове Большой Утриш идет стройка без разрешительных документов. Администрация города в своем правовом поле сделала все, чтобы приостановить разрушительное для экосистемы Утриша строительство. Но нарушитель торопливо и без зазрения совести строит. Подробности в нашем сюжете. Кадры видео со стройки на Утрише не меняются. Те же строители и тот же объект. Только растет он не по дням, а по часам. Судя по всему, застройщик стремится поскорее узаконить свой объект. А пока он ни шагу не сделал навстречу закону. Хотя, как никто другой, знает, что в городе давно самостроем сказано решительное нет. 26 марта 2014 года администрация обратилась в Анапский районный суд с исковыми заявлениями о запрете осуществления деятельности и о сносе объекта самовольного строительства. Несмотря на направленные исковые заявления, обеспечительные меры, заявленные в рамках данных исковых требований, на сегодняшний день не приняты. Застройщикам самовольно, вопреки требованиям действующего законодательства, продолжается строительство. За получением разрешения на строительство на сегодняшний день застройщик не обращался. Необходимую документацию для получения разрешения на строительство, соответственно, им представлено не было. Общественности казачества ежедневно выходят в пикеты, но стройка идет своим чередом. Хотя на время строители покидают объект. Для вида, конечно. А сроки судов по искам администрации так и не назначены пока. Одновременно с направлением исковых заявлений администрации направлены соответствующие письма в Анапскую межрайонную прокуратуру, в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования по выявленным фактам. Администрации принимаются все необходимые меры в рамках полномочий органов местного самоуправления, направленных на пресечение самовольного строительства и на пресечение нарушения экологической обстановки. Администрация города, общественность и экологи уверены, эта стройка закончится так же, как и все самострои Анапы. Если это занимается господин Стародубцев, как у нас есть информация и прикрывает, то значит нужно ставить вопрос о судебном беспределе, который сам узаканивает те незаконные стройки, которые сами и производят. Поэтому вопрос нужно ставить о легитимности тех судейских структур, которые сейчас осуществляют свою деятельность на территории нашего города, муниципального образования. Не будем переходить на личности, просто мы должны понимать, что кто бы там ни был, пусть это будет там Вася, Петя, Петров, Иванов, не важно, но важно, чтобы люди понимали, что они творят. Значит, здесь обязательно будут бытовые отходы, именно вот сточные воды, куда это будет все идти. Ситуацию мы попросили прокомментировать начальника правового управления администрации города Сергея Ускова. Хочу отметить, что никаких разрешений на строительство объекта недвижимости на земельном участке, не отведенном для этих целей, администрация не выдавала и не намерена этого делать в дальнейшем. И 26 марта было подано два исковых заявления в отношении застройщика, цель которых приостановить деятельность, которая влечет за собой нарушение требований градостроительного и земельного законодательства. И второе, демонтировать самовынно возведенный объект недвижимости. А завтра мы узнаем, какой судья будет заниматься делом по этой стройке. В очередную санитарную пятницу в Анапе провели большую работу по наведению порядка и благоустройству города. Дороги – визитная карточка города. Это людей встречают по одежке. Город оценивают по качеству и состоянию дорог. В Анапе идут ремонтные работы. Специалисты дорожно-ремонтной службы выполняют ямочный ремонт. Все даже незначительные ухабы и ямы сначала вычищают и расширяют, а уже потом – асфальт. По словам дорожников, такие обширные заплатки долговечны и для подвесок автомобилей менее заметны. Мэр Анапа Сергей Сергеев отметил в Твиттере. «Наша задача – к высокому сезону привести в порядок дороги не только в городе, но и в сельских округах. Мы должны содержать все населенные пункты в таком состоянии, чтобы гости круглый год чувствовали, что они на курорте». Параллельно работники чистят прибордерные участки и красят бордерный камень. Черно-белая окраска предназначена прежде всего для напоминания водителям и пешеходам о безопасности на дорогах. Местные автомобилисты шутят, что это дорога жизни с черными и белыми полосами. Радует, что белые вдвое шире. Ежедневно в городе и сельских округах дежурят рейдовые группы, проверяют места массового скопления молодежи и выявляют нарушения в рамках краевого закона 1539. В составе рейдовых групп представители администрации, казачества, добровольных народных дружин, сотрудники МВД и отдела по делам несовершеннолетних. Четыре рейдовые группы контролируют исполнение закона в городе и 10 в сельских округах. В каждом по одной. По факту нарушений на родителей несовершеннолетних детей составляют протоколы об административном правонарушении. Детей передают родителям под расписку. После административного материала у нас сформируются списки выявленных подростков, которые передаются в образовательные учреждения и в комиссию по делам несовершеннолетних, где сотрудники образовательных учреждений проводят на местах уже с ними профилактическую работу. Задача рейдовых групп – не допустить правонарушений с участием детей и уберечь подростков от возможной беды. В пятничном рейде контрольная группа не выявила ни одного нарушения. В совете микрорайона Южный новый председатель. Кандидатуру Алексея Ткаченко рекомендовал глава города-курорта Сергей Сергеев. Принимая новую должность, председатель совета познакомился с активистами микрорайона. Алексей Ткаченко месяц назад был у мэра Анапы Сергея Сергеева. Как кандидат на место председателя совета микрорайона Южный, получил четкие установки и приступил к делу по благоустройству округа. Работу начал со знакомства с жителями. Задача такова, что все проблемы микрорайона, то есть благоустройство, дороги, какие-либо нужды освещения, то есть чтобы вовремя глава был в курсе всех событий. Ну и соответственно я ему доносил эти проблемы и мы их таким образом решали. То есть либо через выделение каких-то там бюджетных средств, там, с помощью главы, либо привлечение от предпринимателя, который работает там на данной территории микрорайона. В прошлом – выпускник Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Сегодня руководитель строительной компании «Виктория». Алексей Ткаченко знает работу в теории и на практике. Оформление документов, консалтинг, оценка и строительство, методы управления, навыки, необходимые для работы в микрорайоне. Ну, что-то приятно, что у нас такой молодой будет. Вопросы местного значения благоустройства микрорайона, социальная поддержка жителей и организация праздников – лишь часть работы в микрорайоне и городе. Сергей Павлович сказал, да, делаем центральную часть, потому что это наше лицо, это наш курорт. Но мы будем от центральной части уходить в микрорайоны. Задачи администрации города по благоустройству в микрорайоне будут выполнять ТОСовцы. В округе Южный под началом молодого, но с большим опытом работы председателя совета микрорайона Алексея Ткаченко. Актуальные предложения, высокие зарплаты и перспективная работа. Специалисты центра занятости провели очередную ярмарку вакансий. Ярмарка вакансий несколько раз в год выходит за рамки города-курорта. Работодатели и соискатели вакансий из соседних городов и районов предлагают свои услуги и возможности. На данную ярмарку приглашено 53 предприятия, но пришло больше предприятий, которые представляют более тысячи вакансий. Это в основном вакансии санаторно-курортного комплекса. Это повара, кухрабочие, горничные, официанты, плотники, сварщики рабочие зеленого хозяйства. Также у нас представлена городская больница, зеленстрой и другие предприятия, которые представляют вакансии по своим отраслям, в том числе и сельское хозяйство. Эту ярмарку ждут сотни анапчан, чтобы найти работу временную или на круглый год. Подработать стремятся студенты и пенсионеры. Хочу посмотреть, во-первых, а может быть и найду что-нибудь для себя. У нас у пенсионеров выбор небогатый, как говорится. Я специфическая служба. У меня есть и техническое образование. Может быть, что-то. Механиком могу работать. Может быть, в охране где-то что-то может быть. Вообще мастер-строитель. Ну, еще, допустим, профессию мастера. Но здесь пока не нашла. Ходить, как мы раньше ходили по санаториям, это очень было тяжело. А сейчас вот, представьте, пришли сюда и уже познакомились, и зарплату уже узнали. Мне очень нравится. 1738 вакансий заинтересовали на этой ярмарке посетители. 606 человек рассмотрели предложения предприятий. 75% из них тут же намерены заключить трудовые договоры. Награды правительства Российской Федерации и Оргкомитета Сочинской Олимпиады нашли героев анапчан. В администрации города-курорта честовали серебряных волонтеров. Дружная команда. Такие слова, как нельзя, лучше характеризуют отношения анапских волонтеров серебряного возраста. Эта общественная организация в составе более 40 человек помогала организаторам олимпийских и паралимпийских игр в Сочи. Я думаю, что все те мероприятия спортивные и не только спортивные, а культурные, которые будут проходить у нас в Краснодарском крае, в Федеральном Южном округе, мы будем с удовольствием работать на них. Так что у нас уже есть опыт, и наша команда не распалась. В том же дружном составе мы предполагаем продолжить работу. Благодарности за вклад в организацию проведения 22-х Олимпийских игр в Сочи получили все волонтеры. В администрации города-курорта они принимали заслуженную похвалу и поздравления. Я хотел бы вас от лица Сергея Павловича поблагодарить за вашу работу, за ваш энтузиант, за то, что вы сделали для Анапы, для города, для страны, в целом для Краснодарского края. Поэтому большое вам спасибо. Нас не догонишь! Нас не догонишь! Нас не догонишь! Единственная команда волонтеров на Олимпиаде Анапская, в составе которой было несколько супружеских пар. Екатерина и Виктор Яковенко оставили свою большую семью и поехали в Сочи писать историю страны и родной Кубани. Ну такое грандиозное событие, что мы не могли не поехать. Не поучаствовать и не помочь России. Мы вообще активисты. Мы работаем. Я в ТОСах помогаю, работаю. Витя тоже вот работает. Его приглашают куда? Он всегда помогает везде. Мы подарки привезли детям, внукам, конечно, флаги, учебники английского языка, разговорники. Так что мы будем уже внуков подготавливать. Точка в олимпийской страничке этих добрых людей – фото на память с благодарностями правительства России и Оргкомитета Олимпийских игр. В субботу 29 марта на Театральной площади состоялся старт проекта «Культурный маршрут» в честь профессионального праздника работников культуры России и Кубани. Информационный автобус прошел по улицам города-курорта и сделал несколько культурно-просветительских остановок. На пересечении улиц Крымской и Краснозеленых прошла акция «Кубань-матушка». Следующая остановка – Молодежная. На пересечении улиц Крымская и Красноармейская состоялся взрывной молодежный флешмоб «Россия вперед». Участие приняли молодежные хореографические коллективы города. На остановке Крымская и Астраханская прошел поэтический фреш «Слово о прекрасном». Тематически оформленный яркий автобус культурного маршрута со звуковой рекламой проехал по улице Крымской от улицы Астраханской до Первомайской. На остановках участники молодежного театра «Аквариум» раздавали афиши предстоящих культурных событий города. На Большом Утрише завершились первые всероссийские сборы по парусному спорту. В них приняли участие 70 спортсменов-школьников. По итогам соревнований сформируется команда, которая будет представлять нашу страну в различного ранга регатах. Анапчане в числе призеров. Федерация парусного спорта России выбирает Анапу не случайно. Идеальная роза ветров в бухтах Анапы Сукоя Утреша привлекает серфингистов и их сменов. И такая непогода для них не препятствие. Правда, в заключительный день сбора, в субботу, когда пошел снег, организаторы запретили выход в море, так как среди их сменов есть совсем юные – 2003 года рождения мальчишки и девчонки. Зато для прощального обеда за общим столом и церемонии награждений – романтичная погода. Самыми сильными командами оказались Санкт-Петербургская и Московская. У них первые места во всех подгруппах. Анапчане не отставляют лидеров. Анапский яхт-клуб отправлял на сборы четырех спортсменов. У нас третье и второе места в подгруппе младших школьников, девочек и мальчиков. На чем ты победил? На лавировке. Нам надо перепрещивать яхту, а если волна, там надо волне работать. То есть у тебя лавировка получилась? Сейчас ветром все нормально, ты чувствуешь ветер, да? Да. Наши победители сборов поедут в апреле в Геленджик на краевые соревнования парусников и рассчитывают подняться там на пьедестал почета. 29 марта в спортивном комплексе на улице Мельково прошло открытие городской спартакиады трудящихся Анапы. Событие объединило более 160 городских предприятий. В программе состязание по девяти видам спорта. По итогам первого дня соревнований на первое место вышла спортивная школа «Олимп». Отличные результаты показали команды городской больницы, центры занятости, управление администрацией города-курорта. Спартакиада пройдет в два этапа. Лучшая команда по итогам всех конкурсов представит наш город на краевой спартакиаде трудящихся в октябре 2014 года. И в продолжение спортивной темы. В комплексе «Витязь» проходит 12-й ежегодный детский семинар по айкидо. Принять участие в традиционном учебно-тренировочном семинаре приехали более 100 ребят со всей России. Занятия с детьми проводит японский инструктор. Тренировочные сборы проходят благодаря официальному организатору семинара клубу «Осинкан». Для молодых спортсменов при Есинсэе – большая удача. Не часто удается получить уроки техники древнейшего японского стиля боевых искусств от обладателя шестого «Дана». Данный сбор будет идти 7 дней. За эти 7 дней дети получат максимум положительных эмоций, научатся у японца и правильному поведению в зале, и правильным техникам, и познакомятся, самое главное, друг с другом. Как и в большинстве других видов боевых искусств, в айкидо существует традиционная система разрядов. Ученические степени «Кю» и мастерские «Даны». Примерно оценить, какой уровень у айкидоки можно по цвету его пояса. У начинающих учеников пояс всегда белый. Далее идут желтый, оранжевый, зеленый, синий, коричневый – уровень «Кю». Обладатели «Данов» носят пояса черного цвета. Десятилетний Михаил Книгин приехал на семинар из Москвы. Занимается айкидо уже пятый год. Имеет оранжевый пояс. Каждым разом, когда мы сдаем экзамен, мы получаем какой-нибудь пояс. То есть, когда мы сдаем на первый экзамен, то мы получаем желтый пояс. И он длится два года. То есть, следующий экзамен мы не меняем пояс. После желтого идет оранжевый, и он у меня уже второй, я буду сдавать на зеленый. Ивану Подоприхину из Ульяновска 11 лет. Айкидо занимается два года. Участие в тренировках семинара помогло улучшить технику приемов. Занятия мне дают много чего, а прежде всего здоровье. Я помню, я как-то заболел, а потом, ну, многим кажется, это неправильно идти в болезнь на тренировку. А я вот сходил, и мне самому стало легче. Каждый прием японский мастер показывал несколько раз, затем в спарринговой работе корректировал и подробнее объяснял суть применяемой техники. Айкидо акцентируется на слиянии с атакой противника и перенаправлении энергии атакующего. В дополнение к физическим техникам и тренировкам, айкидо придает особое значение тренировкам сознания, управляемого расслабления и развития духа и силы. Вот такие сборы проводятся, это больше не обучение детей, а обучение инструкторов методикам преподавания детям разного возраста. Особенно, когда группа бывает достаточно разнообразной и по возрасту, и по уровню подготовки. Плюс, ну, понятно, что здесь собраны группы из разных городов, поэтому они друг от друга отличаются. Уметь проводить занятия для таких вот групп, в общем, это задача любого тренера. Этот сбор посвятили подготовке к юношеским играм, которые пройдут в Анапе в сентябре. Спортивные надежды Кубани собрались в Анапе. Краевые зональные соревнования по гандболу прошли в рамках краевой спартакиады школьников. В состязаниях приняли участие учащиеся пятых-шестых классов из четырех муниципальных образований края. В соревнованиях участвовали команды из Славинского, Темрюкского районов, городов Анапа и Краснодар. Девочки играли в детской юношеской спортивной школе номер 10, юноши в общеобразовательной школе номер 1. Участницы из Анапы ученицы школы номер 6. Параллельно занимаются баскетболом и гандболом. За пять лет не раз принимали участие в различных соревнованиях. С первого класса учитель по физкультуре предложил, но мы как-то и согласились. У нас были соревнования по баскетболу за край. Мы заняли третье место, медали, грамоты. Я очень рада, что у нас в Анапе приходят соревнования. Мы надеемся, команда, что мы победим в этих играх. И мы очень их так долго ждали. Первым мы выиграли и хотим сейчас выйти на первое место. Конкуренция серьезная. За победу до последнего боролись все участники. По итогам соревнований сильнейшие назвали команду из столицы Кубани. На втором месте команда из Анапы. Третьими оказались школьницы из Семрюкского района. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник 1 апреля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 8-10, ночью до плюс 7 градусов по Цельсию. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 8 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы. Производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Телефоны 48333.